Награды за кропотливый труд. Сегодня аграрии Чувашии отметили свой профессиональный праздник. Торжества в их честь всегда проводят на две недели позже Всероссийского дня работника сельского хозяйства. Но даже в середине октября селянам было не до отдыха. Этот год аграриям запомнится надолго. Молочные десерты и ягодное варенье, местные деликатесы и аппетитные салаты. В фойе театра оперы и балета такое можно увидеть нечасто. Свою продукцию здесь выставили крупные предприятия. Правда столы и витрины от вкусностей ломились недолго. Стенды пустели на глазах. От дегустации экологически чистой продукции, которой так славятся чувашские производители, устоять не бог никто. Это мы в общественном питании готовим для посетителей. Да? Вот да. Как потребители психологически привыкают? Да, вполне. Вот с тыквой. Полезная вещь, полезная еда. Надо вот тоже это говорить. Этот год преподнес аграриям немало сюрпризов. Сначала посевы уничтожала аномальная засуха, потом обильные осадки мешали собирать урожай. В Батрисском районе от капризов погоды пострадало большинство хозяйств. Зерновые и картофель с полей убирали не только днем, но и ночью. Теперь аграрии района ждут компенсации с бюджета. То, что сегодня записано в наших нормативно-правовых документах, это перевод в бюджете Российской Федерации, Чувашской республики. Конечно, мы все документы предоставили. И самая большая надежда – это на потерю урожая компенсация федерального республиканского бюджета. Погода испытала аграриев на прочность, но все же закрома удалось заполнить зерном более чем на 400 тысяч тонн. А вот второго хлеба в Чувашии собрали меньше, чем спланировали. Но свою марку самой картофельной республики – региону – удалось сохранить. Чувашская республика является одним из регионов, в которых сохранены значительные объемы производства картофеля, составляет которого 3% от общего российского показателя. Глава республики призвал аграриев делать ставку на инновации. От старых ферм, которые были построены еще полвека назад, необходимо избавляться. Отрасль поднимут только модернизированные предприятия. Перед местными властями и руководителями организаций Михаил Игнатьев поставил и другую задачу. Заниматься нужно животноводством. Это является основным источником дохода любой организации. Те, которые занимаются, они ежемесячно круглый год имеют финансовую подпитку. Подвели итоги, поставили задачи и по традиции наградили лучших. Механизаторы, агрономы, ветеринары и представители других профессий на торжественном вечере – главные герои. За эффективную работу им вручили благодарности, дипломы и денежные премии. Медрик Валёв, Евгений Анисимов. Республика.